Всем привет, друзья! С вами Нелевгорн, и сегодня мы посмотрим две постройки в ТРТ, которые я построил. Но для начала давайте же дадим название этому вертолёту. Очень, не очень много названий было. То ли вертолёт не понравился, то ли не захотели придумывать, то ли ещё что. Но это не важно, потому что название всё равно я выбрал. Назвал его Димандоку под названием Мотылёк. Именно так я его назову. Давайте попробуем даже прямо сейчас его сфотографировать. О, отлично! Вот так вот и назовём. Назовём Мотылёк Димандоку его назвал. Так, 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 так. А, сори, 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 не то. Мотылёк. Так я его и назову. Он будет под видео, так что, ребят, скачивайте и пользуйтесь, если вы захотите. И сегодня я решил построить два истребителя-разведчика. То есть, ну, что-то такая вот тема. Два истребителя-разведчика в какой-то степени. Один, я подобный уже строил. Ну, концепция. Концепция она та же, но немножечко переделана с крыльями. Потому что там та концепция была более, так скажем, жёсткая. Да, ну, более вертлявая и более сложная в управлении. Здесь же всё прям идеальненько. Всё прям шикарненько. И вторая модель. Это у нас просто вот скоростной разведчик. Как знаете, вот такой вот на большой скорости он пролетал, просто нафоткал и улетел. Всё, больше вот это единственная задача. Здесь у него именно задача такая, там, небольшие облёты, да, медленно фотографировать. Скорость здесь кардинально меняется, потому что здесь у нас стоят роторные двигатели. Здесь у нас стоят реактивные двигатели. И только. И давайте же попробуем, попробуем взлететь. Вообще полёт в этой игре, он, ну, лично мне очень нравится. Создавать какие-то летающие устройства классно, интересно, но есть огромный минус, да, то есть, во-первых, это реактивные устройства, это двигатели, то есть батареи кончаются очень быстро. И пушки, пушек очень мало. В принципе, для того, чтобы использовать какое-то реактивное устройство, самолёт или что-то, подходит только ракеты, чтобы пользоваться ими эффективно. Ну, то есть, чтобы этот самолёт наносил какие-то эффективные удары. И только. И, кстати, я бы насчёт, вот, на месте разработчиков, вот эти всяческие ракеты, да, то есть курсовые или маленькие, сделал, чтобы они использовались только в воздухе. Вот это было бы интересно. То есть, на земле вы не можете ими пользоваться, а в воздухе как раз-таки можете. Вот это было бы правильно, на мой взгляд. Потому что, когда мы получаем курсовые ракеты на земле, то, в принципе, нам уже не страшен ни один враг. Ну что ж, давайте попытаемся взлететь, потому что полёт у нас такой довольно-таки интересный. То есть, как видите, стоит четыре шасси. Я решил именно так сделать, потому что... Да, блин, вот опять не получилось. Так, сейчас с рывка нужно стартовать. Да что ж такое-то? Смотри-ка, не получается. А, наверное, я знаю, почему не получается. Скорость нормальная, гоняем и... Оп-оп-оп-оп. Серьёзно, он издевается. То за кадром всё было нормально, и мы летали, и нормально всё было, теперь же у нас не получается взлёт, да? Вот! Я понял, из-за чего проблема была. Блин. Вот, вот, вот... Ребята, сейчас я давайте приземлюсь. Заметьте, какая очень большая разница установки блока. Вот за кадром я тестил вот так вот. То есть, вот так вот стоял щит регенерации, и смотрите. Всё, он взлетел по прямой. То есть, видите, я даже ничего не делал, он просто вот как взлетел, и всё. Чувствуете, да? Ставлю, ставлю блок вниз. Вот сейчас давайте проверим. Ага, фиг приземлишься. Вот, ставлю блок вот сюда. Да что ты издеваешься? Ставим блок сюда. Всё. Всё, он не взлетает. Как видите, он не взлетает. Удивительно, но... Факт. Просто вообще не хочет. Ладно. Почему я вниз поставил? Потому что здесь он немножко некрасиво смотрится, поэтому я его вниз поставил. Ну ладно, пускай будет так. Ну и, собственно, пык. Всё, взлет. Ой, вот сейчас я просто вниз резко дал. Ещё раз взлет. Всё. У меня получился очень стабильный смартфон. Во-первых, он летит практически прямо, как видите, да? То есть, он летит практически прямо, и это, ну, как-то радует, да? То есть, по крайней мере, вот, мне это очень нравится. То есть, он летит почти прямо, и... Притом, вот, я выключаю двигатели. Видите, он ровно-ровно-ровно парит. То есть, прям вот... Притом, скорость у него довольно-таки хорошая. Ну, 100, вот, 100 миль в час. То есть, он спокойно даже набирает высоту, пожалуйста. То есть, он спокойно отрывается. Он может делать мёртвую петлю. То есть, самолётик такой получился очень хорошим. И в управляемости он такой, ну, прям вот, весь такой весь вертится, крутится. То есть, может, да? То есть, притом, стабильный. То есть, вообще стабильный он. Им управлять одно удовольствие. То есть, не знаю, может быть, я всё-таки достиг такого совершенства, что у меня теперь именно такие хорошие самолётики получаются. Либо просто здесь так сложилось, что сложились вот эти блоки, чтобы, ну, как-то нормально им управлять. Притом, приземляется он идеально, да? То есть, как видите, вот я прямо даже вот... Давайте чуть-чуть ниже сдадим. Специально четыре шасси стоит для того, чтобы как раз-таки приземляться. Самолётик получился очень хорошеньким. И, ну, как видите, полёт у него очень шикарный. Пушек никаких нету, потому что это исключительно разведчик. И следующее, да? То есть, это, знаете, как... Ну, как я воспринимаю вот этот самолёт. Типа, там где-то был замечен противник. Слетайте, проверьте, возможно. Или облёт территории. Вот так вот. Облёт территории самое то. А вот этот вот разведчик, он уже такой... Срочно, срочно! Нужно разведать такой-то сектор, такой-то, там... Такую-то землю или такие координаты. И здесь просто невероятнейшая скорость, потому что 178 миль в час. Он просто... Ну, вы вот видите, вы сами всё видите. Он преодолевает просто быстро любое расстояние практически. При этом, при всём... Вот сейчас вот давайте. Проблема всех самолётов реактивна в том, что он... Как сказать? Кончаются батареи. Пак! Батареи выключились, и всё. Но этот самолёт с хитростью. То есть, он набрал высоту. Он добрался до точки, набрал высоту. Допустим, фоткает, фоткает. То есть, сканирует. Я не знаю, там, видит врагов. Они до него не могут достать, потому что он быстро набрал высоту. И при том, как видите, он парит, да? То есть, парит идеально. Идеальнейшим просто образом парит. Только радар я забыл поставить. Ну ладно. И так видно, в принципе. То есть, идеальнейшим образом. Я вот, ребят, я сейчас ни на что не нажимаю. Я только крыльями помогаю, чтобы, ну, как бы он ровно летел. Всё. По-моему, просто божественно. Вот серьёзно. Вот я не знаю, как вам, но, на мой взгляд, по-моему, просто божественно. Серьёзно. То есть, вот я спокойно лечу. Я вообще даже не парюсь. Офигеть! Идеальнейший самолёт. То есть, он... Смотрите, как медленно. Какой у него градус падения. И видите, батареи уже давно-давно все перезарядили. Давайте попытаемся высоту набрать. Здесь нету стабилизаторов, поэтому вверх, вниз, влево, вправо, он, конечно, даёт очень-очень резко. Поэтому здесь нужно, ну, как-то думать, да? То есть... Вау! Он ещё набирает высоту. Всё. Давайте мы... Так, стоп-стоп-стоп. Он начал падать. Он начал падать. Вот, всё-всё-всё. Вот теперь вот так. Вот теперь мы теперь будем парить. И сейчас я хочу посмотреть, какая у нас на данный момент высота. Опа-опа-опа. Ровненько-ровненько парим. Блин, потрясающе. Обожаю, когда получается, ну, вот именно то, что ты хотел, как сказать, достичь. Так. И хотите сказать, этого блока нету. Блин, да что ж такое-то? Ай, серьёзно, что ли? То есть блок, который даёт нам высоту, его нету. Ну, я, по-моему, очень высоко. При этом при всём, смотрите, весь прикол в чём? Что вот мы перезарядились, и мы опять можем высоту набирать. То есть он... Я не знаю, смогу ли я добраться до облаков. Но, по-моему, вот его начинает колбасить, и он его начинает смещать. То есть давайте на амплитуду... Так-так-так-так-так-так, начинаем падать! Чёрт! Чёрт-чёрт-чёрт-чёрт! Мэйдэй! Мэйдэй! Нет-нет-нет, всё нормально. Вот-вот, всё-всё. Амплитуду... Ну, вот правильно у нас, да? То есть парение. И мы опять перезаряжаемся. Я не знаю, честно, я не знаю, на какой мы высоте находимся. Вы понимаете? Это получился реально такой высотный самолёт. Потому что он набирает высоту очень быстро. Летает он быстро. Ну, как видите, и перезарядка у него тоже идеальна. То есть реактивные двигатели, которые вот... Проблема... Проблема перезарядка... Ну, проблема... Допустим, если мы делаем слишком тяжёлый самолёт, и мы летим на реактивных двигателях, то кончается топливо, и самолёт начинает быстро падать. Потому что он тяжёлый. Там либо надо очень много-много крыльев делать, чтобы он парил, ну, либо очень-очень много батарей, чтобы он дольше летел. Здесь же от его лёгкости он практически... Ну, смотрите, он... О, такой маленький градус падения у него. Просто невероятно. Что он... Вот давайте сейчас попытаемся... Вот так он... Всё, опять... Ох! Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Вот-вот. Блин, ну, я реально не могу поймать вот этот вот... Так, вот вниз, ну, туда вот. Вот-вот. Вот, всё-всё-всё-всё-всё-всё. То есть мы падаем, понимаете? У меня 180... Жалко, от падения скорость не увеличивается. Вот это, конечно, неправильно на самом деле. То есть я падаю с определённой скоростью. И посмотрите, до сих пор я так высоко... Вот только сейчас. Я так высоко взлетел, что просто невероятно. Шикарный самолёт получился. Серьёзно. Мне очень понравился прям. Надеюсь, он также понравился вам. Это короткий выпуск, но обещаю вам, что следующий выпуск будет уже немножко подольше, потому что у меня есть определённые планы. На самом деле, вот к этому выпуску я довольно-таки тяжело готовился, потому что у меня как-то, знаете, ну, как-то пропали идеи. Но сейчас я восполнил идеи, у меня есть вдохновение небольшое появилось, так что выпуски будут намного чаще выходить. Так что, надеюсь, вам понравился самолётик. Оцените его достойно. Надеюсь, лайком. Ну и всем всего удачи. И пока.